Тема носимой электроники уже достаточно долгое время муссируется в СМИ и обсуждается в среде любителей гаджетов. На самом деле, компании уже давно занимаются развитием рынка носимой электроники. Компания Samsung показала уже вторую итерацию своих часов. А если брать компанию Sony и Sony Ericsson вместе, так те наклепали аж шесть поколений подобных гаджетов. В данный момент начинается новый виток развития рынка электроники носимых технологий. Если компания Apple еще только занимается подкачкой каких-то слухов, то LG и Motorola уже начинают представлять, анонсировать свое новое поколение устройств на базе Android Wear. Это LG G-Watch и Moto 360. Ну а в данный момент, чтобы хоть как-то скрасить ожидания Moto 360, нам остается лишь взглянуть на то, чем компания Motorola занималась каких-то 2-3 года назад. А именно, Moto Active. Для Motorola выпуск носимой электроники сферы, в общем-то, не новая. И у компании имеется достаточно хороший опыт выпуска умных часов. Еще в далеком 2011 году компания уже продавала свои умные часы Moto Active. На них-то мы и посмотрим, для того, чтобы оценить и понять, что же нас может ждать в грядущем устройстве от Motorola. Итак, Moto Active – это гибрид умных часов и фитнес-трекера. Также хотелось бы выделить и отдельно подчеркнуть, что Moto Active является вполне себе самостоятельным устройством. То есть, Active могут прекрасно работать и без подключения к смартфону. Такой возможности лишены практически все современные носимые устройства и без смартфона некоторые вам даже время толком не покажут. Ну да ладно, вернемся к Moto Active. Прежде всего, давайте поговорим о корпусе устройства. Часы имеют довольно внушительный габарит и выглядят они на руке весьма брутально и внушительно. Практически всю переднюю панель часов занимает LCD-дисплей. Диагональ его составляет 1,6 дюйма. В эту диагональ производитель вписал дисплей с разрешением 176 на 220 точек, что довольно неплохо, особенно по тем временам. Дисплей сенсорный, поддерживает до двух одновременных касаний. Кроме дисплея, на фронтальной части часов можно найти одну сенсорную кнопку назад. Все остальные органы управления расположились на торцах корпуса часов. Ранее я уже отмечал, что часы могут работать автономно и не зависеть от смартфона. В автономном режиме часы можно использовать ну как GPS-трекер активности с отслеживанием и координат, и скорости перемещения, ну и даже как MP3-плеер. Какие же пробежки без музыки? Поэтому на корпусе имеются кнопки регулировки громкости. Они расположены на правом торце корпуса. Кроме этого, там же можно найти и кнопку включения блокировки. Идея с плеером в часах мне лично понравилась. Для занятий спортом самое то. Кроме этого, на корпусе есть еще две кнопки. Одна запускает собственный музыкальный плеер, а другая служит для вызова спортивного меню часов. В этом меню можно выбрать необходимую программу для тренировки, например. Тут стоит сказать, что часы Moto Active задуманы в качестве некоего Activity Hub, в который стекается вся информация от датчиков и различных мониторов. Аксессуаров под эти умные часы выпущено при великое множестве. И к Moto Active можно подключить самые разнообразные датчики сердечной активности, шагомеры, в том числе по протоколу ANT+, датчики скорости вращения педалей, да много чего еще. Motorola с партнерами основательно постаралась. Но такое обилие аксессуаров вовсе не означает отсутствие датчиков и сенсоров на самих часах. Moto Active имеет в своем арсенале GPS, модули, акселерометр и гироскоп. Помимо этих датчиков, часы оснащены всеми необходимыми беспроводными интерфейсами, среди которых Wi-Fi с поддержкой BGN диапазонов. Ну и не обошлось без Bluetooth модуля. Он работает по стандарту 4.0, а как известно, на данный момент это наиболее экономичный стандарт в плане энергопотребления. К слову, во времени работы и энергопотребления часы оснащены батареей на 258 мАч. Эту небольшую по смартфонным меркам батарею в первую очередь разряжает экран, который не может похвастаться энергоэффективностью. Кроме этого, в часах есть и другие пожиратели энергии, например, радиомодули и тот же самый GPS модуль, который разряжает аккумулятор весьма и весьма активно. Но и это еще не все. Часы работают на базе далеко не самого последнего и, соответственно, не самого энергоэффективного ЧПА МАП, который, хоть и работает на частоте в 600 МГц, все же прилично разряжает батарейку. В итоге часы в режиме активной эксплуатации живут не более двух дней, и такая неважная автономность, пожалуй, и есть главный минус Moto Active. Также хотелось бы еще отметить другие минусы устройства, такие как отсутствие русской локализации, сложности при покупке устройства, но сейчас это вообще делать бесполезно, потому что девайс уже изжил себя, морально устарев. Устройство у Motorola получилось очень качественное для своего времени, весьма интересное, прорывное, опять-таки, в тот момент, когда оно вышло на рынок, и в то же время закрытое и в некотором отношении ограниченное. Ограничение в плане функциональности, часы не обзавелись армией поклонников, которые стали бы делать под это устройство специальные приложения, какие-то вариации циферблатов, ну, как это случилось с теми же пеглами. По сути, в нашей стране Moto Active штука вообще не шибко полезная. Судите сами, все, что они могут делать из коробки, без танцев с бобном и без дополнительных аксессуаров, это играть музыку и, в общем-то, отслеживать положение пользователя. Ну и, конечно же, уведомлять пользователя о звонках и сообщениях. Делают это Moto Active в российских реалиях, мягко говоря, не очень хорошо, поскольку, если вы, к примеру, получите сообщение на кириллице, то увидите лишь кучку вопросительных знаков, что, естественно, суть сообщения вам не передаст. Поэтому в данном отношении эти часы у нас, к сожалению, бесполезны. Ну что ж, для своего времени Moto Active были довольно интересными часами и, в принципе, весьма и весьма функциональными, но, к сожалению, лишь на ряде рынков, где присутствовала и родная поддержка компании, и, соответственно, присутствовала поддержка хотя бы языков, на которых люди, которые покупали эти часы, разговаривают. У нас же эти часы должного распространения не получили, и, собственно, можно найти их лишь в среде только гиков и любителей продукции компании Motorola, что, по сути, одно и то же. Так что, пожалуй, на этом мы и закончим наши воспоминания, и останемся в ожидании новых часов от компании Motorola Moto 360. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!